Современное оборудование и высококвалифицированный персонал. Заводу нет и четырех лет, но его продукция пользуется широким спросом в самых разных отраслях. Со сборкой проблем нет. 90% комплектующих отечественного производства, остальные 10 завозятся из дружественных стран Азии. Планируем, что к концу года будет полностью заменено на чисто российское производство комплектующие. На данный момент уже продано более 5 миллионов единиц изделий. Основными направлениями являются освещение уличное, то есть взаимодействуем с ЖКХ, агропромышленный комплекс, офисное помещение, промышленное хозяйство. Александр Белодедов устроился на завод два года назад. Моряк Балтийского флота и повар-кондитер по образованию нашел свое призвание в сборочном цеху. Здесь бывают такие же творческие моменты, как поварской деятельности. То есть наше начальство иногда приветствует, когда мы вносим какие-то идеи, как улучшить производство, как улучшить процесс. Комфортные условия труда и достойная зарплата. Работники предприятия за свое будущее спокойны, санкций не боятся. Санкции именно для нас, для рабочего класса, так сказать, небольшая помеха. А наоборот, путь куда-то дальше двигаться. Это же рабочие места, это гордиться тем, что мы выпускаем именно, ну, именно мы выпускаем эту продукцию, и люди будут знать, что это... Пользоваться будут тем, что сделали именно здесь, именно в нашей стране, в нашем городе. Гордиться действительно есть чем. Предприятие поставляет продукцию не только на российский рынок, но и в страны ближнего зарубежья. Сейчас здесь производят до пяти тысяч изделий в сутки. В данный момент мы полностью готовы заменить ту продукцию, которая ранее возилась из стран Евросоюза. Наши изделия соответствуют и всем качествам, требованиям, и тем более нашим старым ГОСТам, которые, я считаю, что по качеству превышали современные технические условия. И готовы полностью заменить ту продукцию, которая возилась. Предприятие активно развивается. В ближайшее время количество рабочих мест планируют увеличить почти вдвое. Станислав Костиков, Антон Латышев. События дня.